добрый день с вами конный клуб контур амурская региональная общественная организация мы находимся махабу пади меня зовут ольга это наш тренер лариса и сегодня мы для вас подготовили интересное видео добро пожаловать сегодня у нас новый начинающий всадник начинающий всадник пройдите сюда начинающий сегодня первые наши первое наше занятие начинаем с подбора правильной одежды для верховой езды необходимо чтобы была спортивная одежда но есть определенное положение что штаны должны быть либо облегающие могут джинсы стретч либо какие-то трикотажные штаны которые очень плотно лежат на ноге не задираются и всадник тогда менее себя травмирует я сейчас объясню почему то есть вот эти штаны и чем они не хороши мои штаны не годятся они будут во время езды задираться 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 и травмируют голень человека это очень большой минус ну и человек не будет думать о верховой езде ему будет больно мы конечно с этой ситуации справимся но есть такой вариант что можно конечно подобрать штаны вот у меня допустим штаны для верховой езды это специальные штаны купленные на конном с конного сайта выписаны в чем они специальные но специальности они плотные стретч ткани очень плотные вот конкретно в моей штанах есть нашивка только на коленках бывает еще или я полная ли я ну это так называемая нашивка по внутренней поверхности где человек сидит на поверхности седла но она там где мы можем себя травмировать и либо где ткань быстро и стирается это уплотнена еще поверхностным слоем ткани вот для верховой езды помимо штанов нам еще очень важно обувь и важна защита головы да начнем с обуви вот у меня тоже обувь для верховой езды специальная она почему удобно во первых есть небольшой каблучок это защищает от того чтобы нога проскальзывала в стремени и глубина высота точнее ботиночка она очень удобно что если я одену специальные защитные краги которым дальнейшем мы расскажем о них они не будут передавливать допустим вот посмотрим у татьяны да чем ее обувь ну на первое занятие подойдет прям на первое совсем занятие на 23 минус мягкая подошва то есть я уже вижу что очень мягкая подошва и будет не очень удобно в стремени будет больно всаднику вес будет распределяться только на то место где опирается нога и так для того чтобы нам защитить голень у нас есть такие краги мы называем это краги это защищает голень они подбираются по высоте ноги по длине на и по ширине икроножной мышцы ну то есть вот как мы подбираем это это да сверху штанов и следующий этап мы защищаем обязательно это безопасность до наши мы защищаем голову это шлем каска по-другому варианты касок бывает разное желательно конечно когда каска регулируется тогда проще она на любую можно в любое время года ездить и на и зимой и летом то есть прибавляем размер и убавляем то есть можно подобрать под любого размер головы зимой можно на шапку да можно на шапку ну с условием что есть бомбона вот и этот шлем не регулируем тут надо знать четко свой размер головы потому что они идут по размерам 56 57 и так далее от размеров каска должна быть по голове четко не болтаться никуда не сваливаться нам на нос не отъезжать на нас на затылок хорошо фикси зафиксировано быть под подбородком потрясти головой проверить чтобы не было вот болтание если что мы еще подкрутим тут под душем тут мы должны сделать так чтобы она не болталась но и не мешало когда мы сгибаем голову дыхание не препятствовать нормально нормально да хорошо сейчас мы надеваем краги краги особенность у всегда замки либо с внешней стороны либо сзади то есть внутрь замки точно не должны быть это мы защищаем поверхность внутреннюю голени поэтому если вы надеть краги краги прям поверх обуви резиночка она под каблучок мы надели две краги и теперь ноги защищены единственно конечно немножечко может быть дискомфорт в этом месте где крага находит на кроссовок почему и в ботинки специальном она удобно на сверху ложится но на данный момент на первое занятие это хотя бы защитит синяков на ногах про курточку перчатки скажите что-нибудь но сверху одежда тут у нас должна быть свобода не стесняющие движений одежда перчатки мы надеваем для того чтобы защитить руки свои понятно от грязи это одно дело но самое главное мы защищаем от мозоли когда мы управляем лошади на самом деле мозоли есть от повода когда мы держим но и у девушек у кого длинные волосы вот их надо резиночку обязательно это тоже техника безопасности волос должен быть убран спасибо за внимание мы вас ждем